Спасти жизнь после смерти матери. 11-летний Фару Казум из Енакиева оказался на попечении бабушки. Мальчик тяжело болен и не может даже самостоятельно передвигаться. Без ежедневного приема дорогостоящих лекарств погибнет. Но пенсионерке не на что, да и негде купить медпрепараты. Историю продолжит Татьяна Блинова. Толкайся на нами. Раз. Хорошо толкайся. Еще два. Еще два. Поднимать внука Людмиле Григорьевне все тяжелее. Он весит 30 килограмм. А физические упражнения они делают ежедневно. Мальчик самостоятельно не ходит. И чтобы мышцы не атрофировались, нужна нагрузка. Диагноз ДЦП Фару Казум из Енакиева поставили в 9 месяцев. Он родился 1,7 кг. 7 месяцев недоношенный. И была асфиксией. Когда ребенку было 4 года, семью постигло новое несчастье. В результате неудачно сделанной операции в 31 год умерла его мама. После вот этого, как случилось с мамой, у него начались приступы эпилептические. Было и нет. И видно, он пошел. С каждым новым приступом погибают клетки головного мозга. Поэтому принимать дорогостоящие лекарства ему необходимо каждый день. Без них состояние резко ухудшается. Нам давали. Все это было, это как положено было. Давай мне дать. А теперь, значит, когда вот это вот случилось такое, то лекарств этих нет. И их только нужно покупать. Еще год назад Фарук жил с отцом и его семьей. Но из-за войны они уехали. Ребенка оставили на попечение бабушки. Пережить обстрелы удалось лишь благодаря запасу лекарств. Он очень боялся. Бабушка закрой ушко. Бабушка это. Тут было страшное дело. Мы тоже лежали там в коридоре на матрасах, закрывались головами. В общем, страшно. Это непередаваемо. Купить препараты пенсионерке не за что. Поднимает внука одна. Четыре года назад овдавила. С мольбой о помощи позвонила на горячую линию гуманитарного штаба Рината Ахметова. До нас продолжают надходить извернение в великой колькости, потому что детки имеют такие заболевания, как эпилепсия, астма бронхиальная и цукровый диабет. Детям с такими заболеваниями в рамках специальной программы штаб Ахметова уже выдал более 2000 наборов жизненно важных медикаментов. Низкие поглубления. Я не могу без слезов говорить. Это единственный человек, который поддерживает вообще весь город. Не только нас. Я очень благодарна. Это колоссальная помощь. Мальчик обучается на дому. Восемь часов в неделю. Читаю. Математика. Природоведение. И английский. Всё своё время Людмила Григорьевна посвящает внуку. О себе вспоминает, когда уже не в моготу. Припекает. Сейчас будет ещё подниматься. Он будет уши закатать и говорит, бабушка, не умирай. Мальчик очень боится потерять теперь единственного близкого человека. Как когда-то уже потерял мать. Татьяна Блинова, Данил Киреев, телеканал Донбасс.